Воспоминания Моменты, ожидания Наша жизнь – череда нитей, непрерывно связывающих друг друга, объединяясь в самое необъятное и трепетное – тот самый момент. Момент, который здесь и сейчас, к которому не был и не будешь готов, который прекрасен своей неповторимостью. Моменты истории, позволяющие заглянуть в глубины неувиденного, но ощущаемого до дрожи в голосе и рубцах на сердце. То самое, чем гордимся и над чем плачем на взрыд. То, что кричит не совершать ошибок прошлого и еле читая по губам, но не оставляя никаких сомнений, возносит слово «вера». Моменты великих открытий, складываясь из успешных и порой пугающих экспериментов, но непременно вдохновляющих на покорение еще больших вершин. Это понимание безграничности мира и количества дверей, которые еще не открыты для наших глаз. Но стоит подождать, и наступит тот самый момент. Искусство, немыслимое, будоражущее, создаваемое порывами души. Момент создания вдохновения и любви к самому прекрасному в этой вселенной. Моменты создают нашу жизнь, наполняя различным спектром эмоций. Смех ребенка, первая любовь, слезы радости и печали, уютные семейные вечера, победы и падения. Я и ты. От самой первой точки, в которой соединяются лучшие стремления и идеи. От точки, в которой сходятся пересечения тысячи жизненных историй и судеб. Именно с этой точки начинается путь к самому великому моменту. Моменту триумфа, побед и простой радости. Наша Альма-Матер переживает те же моменты, что и мы с вами. И сейчас настал один из самых важных. 110 лет открытий. 110 лет достижений. 110 лет гордости. 110 лет моментов. 110 лет мы вместе генерируем успех. Уважаемые гости, сотрудники, преподаватели и студенты. Мы приветствуем вас в стенах Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова. За выдающиеся достижения в социально-культурном развитии указом президента Республики Беларусь номер 476 от 2 октября 1998 года Витебскому государственному университету имени Петра Мироновича Машерова присуждено почетное государственное знамя Республики Беларусь. Приказом ректора университета утвержден флаг Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова. Внимание! Почетное государственное знамя Республики Беларусь и флаг университета внести! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание! Звучит гимн Республики Беларусь! Звучит гимн Республики Беларусь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Университета имени Петра Мироновича Машерова объявляется открытой! Наше знаменательное мероприятие состоит из двух частей – торжественной и концертной. И мы начинаем! Мы приветствуем уважаемых преподавателей, сотрудников и студентов нашего университета, без которых не состоялось БЭКС. Сегодняшнее торжество! В адрес Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова поступают поздравления со 110-летием со дня основания университета. Словами особой благодарности хочется отметить поздравительную речь президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, которые поступили в день юбилея университета в ноябре 2020 года. Поздравительная телеграмма поступила от председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Павловича Андрейченко. Митрополит Минский-Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Виньямин поздравил коллектив Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова со 110-летием со дня основания учреждения. Поздравительные слова в адрес нашего университета поступили из разных уголков планеты. И как важно понимать, что рядом столько друзей и партнеров, ведь именно этот фактор является еще одной движущей силой, которая не позволяет останавливаться на достигнутом. А мы в свою очередь выражаем благодарность за теплые слова и поздравления в адрес нашего университета. И сегодня университет имеет честь принять высоких гостей. На нашем мероприятии присутствует... Министр образования Республики Беларусь Игорь Васильевич Карпенко. Председатель Центрального комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Романовна Якубович. Заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Владимир Петрович Пенин. Представители Витебской православной епархии Белорусской православной церкви. Заместитель архиепископа Витебского и Оршанского Витебской епархии Сергий. Епископ Олег Чеславович Буткевич. Председатель Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования. Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Анатольевич Богуш. Ректор Белорусского государственного университета Андмей Дмитриевич Король. Ректор Белорусского национального технического университета Сергей Васильевич Харитончик. Ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александр Иванович Жук. Ректор Белорусского государственного технологического университета Игорь Витальевич Войтов. Ректор Белорусского государственного университета Культуры и Искусств Наталья Владимировна Корчевская. Ректор Брестского государственного технического университета Александр Геннадьевич Баханович. Ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорыны Сергей Анатольевич Хохомов. Ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Федоровна Китурка. Ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Борисович Репкин. Ректор Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Максим Александрович Хиркор. Ректор Могилевского государственного университета имени Аркадия Александровича Кулешова Денис Владимирович Дук. Ректор Мозырского государственного педагогического университета имени Ивана Петровича Шамякина Валерий Николаевич Новныко. Ректор Витебской ордена Знак почета Государственной академии ветеринарной медицины Николай Иванович Гавриченко. Ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов Медицинского университета Анатолий Тадеушевич Частный. Ректор Витебского государственного технологического университета Андрей Александрович Кузнецов. Ректор Полоцкого государственного университета Олег Александрович Романов. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы рады приветствовать представителей Академии управления при президенте Республики Беларусь Белорусской государственной академии музыки Белорусского государственного технологического университета Белорусского государственного университета Белорусского государственного экономического университета Белорусско-российского университета Ректор Смоленского государственного университета Михаил Николаевич Артеменков. Проректор по учебной работе Псковского государственного университета Ольга Александровна Серова. Ректор Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, профессор, доктор технических наук Ахмед Мамбет Каримович Реймов. И топ-менеджмент университета. Волонтер Центра китайского языка и китайской культуры Джао Лин Лин. Председатель Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований Сергей Васильевич Гапоненко. Директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Леонидович Лакиза. Директор Института философии Национальной академии наук Беларуси Анатолий Аркадьевич Лазаревич. Директор Национального центра правовой информации Республики Беларусь ЮНЕСКО Андрей Францевич Мательский. Начальник управления правовой информатизации Национального центра правовой информации Республики Беларусь Александр Михайлович Браусов. Начальник управления военного образования вооруженных сил Республики Беларусь Игорь Петрович Слуцкий. Генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Владимир Иванович Прокопцов. Начальник управления внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета полковник милиции Андрей Юрьевич Любимов. Начальник управления комитета государственной безопасности по Витебской области Олег Валерьевич Солярчук. Начальник учреждения Витебское областное управление Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь полковник внутренней службы Сергей Николаевич Мелешкин. Начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области Генерал-майор юстиции Павел Владимирович Игнатов. Начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Витебской области Рамиль Закиевич Сапаров. Председатель комитета государственного контроля Витебской области Владимир Владимирович Годяцкий. Председатель Витебского областного суда Александр Иосифович Федюкевич. Заместитель прокурора Витебской области Владимир Иванович Гук. Начальник Витебской таможни Советник таможенной службы первого ранга Павел Анатольевич Лобачев. Военный комиссар комиссариата Витебской области Руслан Николаевич Шкодин. Командир 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады полковник Алексей Борисович Елфимов. Начальник управления Государственной автомобильной инспекции Управления внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета Михаил Александрович Дядичкин. Первый заместитель начальника Витебского областного управления Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь Виталий Владимирович Казаков. Директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Республики Беларусь Михаил Владимирович Мирончик. Заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь Виктор Александрович Шаршун. Заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Волкова Татьяна Валерьевна. Директор регионального центра правовой информации Витебской области Лариса Николаевна Дорогова. Главный врач государственного учреждения Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Алексеевич Сенкевич. Глава администрации Первомайского района города Витебска Николай Валерьевич Орлов. Заместитель главы администрации Первомайского района города Витебска Марина Владимировна Новицкая. Директор специализированного учебно-спортивного учреждения Витебский областной центр Олимпийского резерва по единоборствам Игорь Владимирович Коныгин. Директор учреждения специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва первичной организации профсоюза работающих Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова Николай Николаевич Толопилов. Директор учреждения Витебская областная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва профсоюзов по тяжелой атлетике и боксу «Спортальянс» Виктор Валерьевич Зуев. Директор коммунального консалтингово-унитарного предприятия Витебский областной центр маркетинга Ирина Николаевна Макаренко. Председатель Витебской областной организации общественного объединения ветеранов Михаил Александрович Лещинский. Директор государственного научного учреждения Институт технической акустики Национальной академии наук Белоруссии Василий Васильевич Рубаник. Председатель Витебской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Лариса Константиновна Оленская. Председатель правления Витебского областного отделения общественной организации Белорусский фонд мира Татьяна Владимировна Туманова. Председатель Витебской областной организации Белорусского общества Красного Креста Галина Петровна Желанова. Председатель Витебской областной организации общественного объединения Белорусский союз женщин Елена Валерьевна Мартынова. Благодарим гостей, присутствующих на нашем мероприятии. 110 лет – дата, которая подтверждается временем, а проверяется не только квалификацией специалистов, взращенных в стенах университета, но и уважением к традициям, приобретенным за целый век истории. Успешность любого предприятия предполагает в первую очередь благодарность и уважение к накопленному опыту. Поэтому сейчас прозвучат слова от тех, без кого сегодняшние достижения не были бы такими конкретными и безусловными. Мы обращаем ваше внимание на экран. Виктор Никонович, для меня большая честь вручить вам знак университета, как отличнику университета Машерова. И ваше свидетельство под номером один. Спасибо большое. Это и одновременно мне награда от коллеги, от землячки. Да. И естественно, что это награда вуза, награда нашего университета. И, ну, это символ мира, добра, света, тепла. Это символ тех людей, которых Валентина Васильевна сейчас объединила в известную школу Машеровцев. И я поздравляю вас с юбилеем нашего университета. Желаю вам радости, бодрости, здоровья тоже. Я поздравляю вас с нашим юбилеем, юбилеем нашего университета. Дорогие друзья, от всей души поздравляю коллектив Витебского государственного университета имени Машерова с наступившим юбилеем, 110-летием. Минуло очень много времени, сменилось не одно поколение преподавателей, студентов. За истекший период мы добились много чего вместе. И я думаю, что славному коллективу Витебского госуниверситета еще многое предстоит сделать. И Витебский государственный университет в нашем Витебском регионе является достойным продолжателем тех традиций, которые возникли 110 лет тому назад. С праздником вас, дорогие коллеги! С праздником весь коллектив! С новым, 111-м наступившим годом жизни университет! Сегодня мы можем оглянуться назад и увидеть, что ВГУ — это 110 лет научных достижений, 110 лет открытий, 110 лет мы вместе генерируем успех. Верность традициями в сочетании с использованием новейших трендов — это то, что помогает нам двигаться только вперед и только навстречу успеху. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Внимание на экран! Яркий год, яркие события — все то, чем был наполнен наш юбилейный 2020-й. Учились новому! Менялись к лучшему! Находили новых друзей! Поступали правильно! Воплощали творческие идеи! Говорили открыто и о важном! Вели за собой! Радовали и радовались! И вот уже 110 лет продолжаем вместе генерировать успех! Для приветственного слова мы приглашаем на сцену ректора Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова Валентину Васильевну Богатыреву! Глубоко уважаемый Игорь Васильевич, Владимир Петрович, глубоко уважаемые гости нашего мероприятия! Мои дорогие коллеги, дорогие студенты Машеровцы! Сегодня для нас знаменательный день! Мы 12 мая стартовали по нашим торжественным мероприятиям. Казалось бы, сегодня один из таких дней, но на самом деле это не так. Сегодня была открыта галерея ректоров нашего университета. Университет современный имени Петра Мироновича Машерова родился и появился на свет, быть может, далеком, 1910 году. И знаете, тогда это был Учительский институт Витебской губернии. И возглавил его Тихомиров, человек, который приехал к нам из Петербурга, но который уже тогда заложил традиции, которые мы сегодня чтим и храним. Сегодня университет Машерова – это университет классического типа с 10 факультетами, двумя колледжами, институтом переподготовки кадров, военной кафедрой, а самое главное – серьезным коллективом настоящих профессионалов. Вчера на торжественном совете университета мы чествовали наших ветеранов. Был вручен нагрудный знак, который к юбилейному мероприятию университет зарегистрировал в Геральдическом совете при президенте нашей страны. И этот нагрудный знак сегодня является высшей наградой университета за отзнаку. Глубоко уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня мы приветствовали гостей в нашем зале. Я благодарю каждого из вас за то, что вы нашли время. Ведь ваш приезд личный сегодня в наше учреждение образования – это свидетельство уважения всему коллективу университета, всем тем людям, кто делал историю университета современного уже начиная с 1910 года. Спасибо вам, каждому, за то, что вы нашли время, за то, что вы здесь. И делите с нами радость наших достижений. Убеждена… Спасибо. Убеждена в том, что сегодня в этом зале нет ни одного человека, который бы не понимал все сюрпризы 2020 года. Вместе с тем мы пережили его достойно. Я благодарю коллектив Витебского государственного университета за ваш труд. В это время, за 2020 год, мы получили достойные награды. Но самое главное – это более 400 человек нашего университета получили личные награды. Государственные награды. Награды министерств и ведомств, наших партнеров, без взаимодействия с которыми сегодня бы не были мы столь полны. Люди получили награды за свой ратный труд, ежедневный и ежечасный. И я очень радуюсь тому, что среди сотрудников и профессорского преподавательского состава были еще и наши студенты, которые получили достаточно серьезные награды, в том числе благодарность от председателя Совета Республики Натальи Ивановны Качановой. Позвольте еще раз пожелать всем, всем вам, всем нам приятного времяпровождения в стенах нашего университета. Я думаю, что наше партнерство будет продолжаться. И основание этому партнерству будут наши теплые взаимоотношения, а главное – совместные планы. А главные планы у нас связаны только с одним – вырастить достойное поколение, научить их чтить и хранить традиции белорусского народа, понимать, что именно за таким поколением будущее. Глубоко уважаемые коллеги, дорогие друзья, с праздником Университет имени Петра Мироновича Машерова! Благодарим Валентину Васильевну и провожаем бурными аплодисментами! Система образования в Республике Беларусь является предметом национальной гордости. Правительство страны выбрало эффективную стратегию развития системы обучения, где почти 100% уровень грамотности взрослого населения, а также 98% работающего населения имеет базовое, среднее или профессиональное образование. Республика Беларусь находится в группе стран с очень высоким уровнем – индекса человеческого развития. И несомненно, наша страна добилась столь высоких результатов благодаря работе высококлассной профессиональной команды, во главе которой министр образования Республики Беларусь Игорь Васильевич Карпенко. Мы приглашаем вас на сцену! Уважаемые коллеги, прежде всего, разрешите мне выполнить приятную миссию и зачитать приветственный адрес коллективу учреждений образования Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова. Дорогие друзья, примите искренние поздравления по случаю 110-летия со дня основания Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова. Несмотря на более чем вековую историю, университет является современным учреждением высшего образования, ведущим научным и культурным центром Витебской области, активно внедряющим в свою деятельность инновационные подходы, Бережно сохраняя и приумножая славные традиции в воспитании и профессиональном обучении кадров, университет вносит достойный вклад в становление и развитие белорусского общества и ежегодно дает путевку в жизнь более 2000 выпускников. Среди его выпускников известны стране и миру педагоги, общественные и государственные деятели, мастера искусства и культуры, которыми гордится наше государство. Сегодня перед университетом стоят ответственные задачи, направленные на реализацию кадровой политики, формирование личности, воспитание настоящего гражданина и патриота Беларуси. Уверен, что благодаря компетентности, ответственному отношению к делу, терпению и настойчивости коллектива, эти задачи будут успешно решаться и впредь. Примите слова благодарности за высокий педагогический профессионализм в вашей сложной и ответственной работе, трудолюбие и преданность любимому делу. Желаю сотрудникам и студентам Университета крепкого здоровья, удачи и новых свершений во благо родной Беларуси. Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Викторович Петришенко. Дорогие друзья, я вот сейчас подумал, когда начали перечислять всех ректоров, мы бы тут могли тут, вот прямо сейчас, сиюминутно провести заседание Республиканского Совета Ректоров. Наверное, не каждый университет способен собрать такое количество ректоров одномоментно на своей территории, не каждый может, наверное, предоставить такую площадку для такого серьезного разговора ректоров, который происходит на Совете. И это говорит о многом, и об уважении, и о признании заслуг университета. 110 лет. Наверное, в этой дате соединились опыт и традиции, инновации и творчество. И я желаю университету от имени Министерства образования, от всей системы образования нашей страны дальнейших успехов в движении вперед, в развитии университета, во благо нашей страны, во благо нашего подрастающего поколения, во благо нашей молодежи. С праздником вас, дорогие друзья! Игорь Васильевич, благодарим вас за возможность оборудовать современную учебно-исследовательскую лабораторию IT-технологий и методы изучения химии, и лабораторию интернета вещей и киберфизических систем. Это позволит повысить уровень для наших студентов в научной области. Благодарим вас за эту возможность. И просим вас задержаться на этой сцене для вручения почетных грамот Министерства образования Республики Беларусь. Это он намекает, что подарок университету. Но я скажу так, что развитие университетских лабораторий, инновационных площадок, это сейчас приоритет нашей образовательной политики. В том числе и по тому займу, который мы вкладываем именно в развитие университетов. Ваш университет тоже участвует в этой программе «Университет 3.0». Поэтому я думаю, что вот это перспективное направление, плюс развитие сетевой формы взаимодействия университетов с различными структурами образовательными, это та перспектива, которая даст нам новые ощутимые результаты. Поэтому успехов вам на этом поприще. И мы переходим к награждению. Почетные грамоты Министерства образования Республики Беларусь за многолетний плодотворный труд в системе образования, достигнутые успехи в воспитании и профессиональной подготовке высококвалифицированных специалистов награждается Елена Николаевна Залевская, декан факультета математики и информационных технологий. Елена Владимировна Криклевец, заведующая кафедрой литературы. Оксана Владимировна Данищ, заведующей кафедрой дошкольного и начального образования. Сергей Леонидович Богомаз, заведующий кафедрой психологии. Юрий Валентинович Трубников, профессор кафедры геометрии и математического анализа. Елена Юрьевна Муратова, профессор кафедры общего и русского языкознания. Эдвард Иосифович Рудковский, профессор кафедры общего и русского языкознания. Николай Николаевич Воробьев, доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгебры и методики преподавания математики. Алексей Александрович Белохвостов. Доцент кафедры химии и естественно-научного образования. Иларион Викторович Галуза, доцент кафедры инженерной физики. Благодарим Игоря Васильевича и провожаем зрительный зал. Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова это уникальный вуз со своей историей и традициями. Равняться на лучших и достигать поставленных целей. Это не просто фразы для каждого машеровца. Это наша цель. Почетно, что главные люди нашего региона на личном примере показывают, каким должен быть настоящий машеровец, настоящий студент, настоящий гражданин. Мы выражаем благодарность, что председатель Витебского областного исполнительного комитета, генеральный партнер студенческого совета университета Николай Николаевич Шерстнев, нашел время для встречи с нашими студентами-машеровцами. А также благодарим его за плодотворное сотрудничество с нашей Альма-Матер. И для приветственного слова и вручения наград Витебского областного исполнительного комитета мы приглашаем заместителя председателя Витебского областного исполнительного комитета Владимира Петровича Пенина. Дорогие друзья, разрешите мне также от имени областного исполнительного комитета, областного совета депутатов, зачитать приветственный адрес. Уважаемые сотрудники, студенты, выпускники Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова, дорогие ветераны труда, искренне поздравляю вас со 110-летием со дня основания Витебского государственного университета. Это значительный промежуток времени, вобравший в себя немало событий, фактов истории, к которым ВУЗ имел непосредственное отношение. Сегодня университет является признанным флагманом образования и науки республики, ведущим инновационным центром. За годы существования из стен учебного заведения вышли тысячи квалифицированных специалистов, среди которых государственные деятели, ученые, лауреаты престижных премий и награды руководителей организаций. Прославленный ВУЗ страны по праву гордится своими выпускниками, героем Советского Союза и социалистического труда Петровым Машеровым и другими. Благодаря целеустремленности, творческому поиску, активному участию в решении задач общенационального масштаба, коллектив университета всегда шагает в ногу со временем. Особого признания заслуживает Ваше постоянное стремление к росту и освоению новых знаний, чтобы соответствовать высоким требованиям современного образовательного процесса. Дорогие друзья, пусть заслуженный авторитет ВУЗа будет и впредь приумножаться достижениями коллектива и выпускников, прогрессивными инноваторскими подходами. Примите искренние слова признательности за Ваш благородный и результативный труд. От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, новых открытий и свершений. С уважением, председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Николаевич Шерстнев, председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Владимирович Терентьев. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и буквально несколько слов, если можно. Сегодня часто звучит цифра 110. Что такое 110? Конечно, если сказать про человека, наверное, это много, даже очень много. Что касаемо истории, наверное, это определенный промежуток времени, за которое ВУЗ действительно стал одним из ведущих учебных заведений. Поэтому от всей души, Валентина Васильевна, Вам, всем сотрудникам университета, я желаю здоровья, счастья и благополучия. Благодарим Владимира Петровича и просим наградить почетными грамотами Витебского областного исполнительного комитета. Почетные грамоты Витебского областного исполнительного комитета за многолетнюю добросовестную работу, значительный личный вклад в развитие международного сотрудничества, организацию на высоком уровне деятельности студенческих отрядов университета награждается. Мирослава Юзефовна Бобрик, проректор по учебной работе ректората. Почетные грамоты Витебского областного исполнительного комитета за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в духовно-патриотическое и эстетическое воспитание молодежи награждается. Юлия Петровна Бежинарь, проректор по воспитательной работе ректората. За многолетнюю добросовестную работу в системе образования, значительный личный вклад в организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, объявить благодарность Олегу Викторовичу Головинсу, начальнику спортивного клуба. За многолетнюю добросовестную работу в системе образования, значительный личный вклад в развитие международных отношений университета, наращивание объемов экспорта образовательных услуг, объявить благодарность. Валерию Вацлавовичу Янчу, декану факультета обучения иностранных граждан. Валерию Вацлавовичу Янчу, декану факультета обучения иностранных граждан. Почетные грамоты Витебского городского совета депутатов за многолетний добросовестный труд в области воспитания молодежи награждается Валентина Васильевна Богатырева, ректор университета. Почетные грамоты Городского исполнительного комитета за многолетнюю добросовестную работу в системе образования достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов награждается Анатолий Николаевич Дулов, заведующий кафедрой истории и культурного наследия. Почетные грамоты Городского исполнительного комитета за личный вклад в развитие материально-технической базы университета награждается Андрей Иосифович Раловец, проектор Риктората. За многолетний добросовестный труд в системе образования достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов объявить благодарность Сергею Михайловичу Яковлеву, заведующему кафедрой русского языка как иностранного. Светлане Михайловне Алексеенко, старшему преподавателю кафедры истории и теории права. Благодарим Владимира Петровича за теплые слова в адрес коллектива Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова. И под ваши аплодисменты провожаем зрительный зал. Сегодня наш университет имеет честь принять ректорский корпус учреждений высшего образования Республики Беларусь. Партнерские отношения, которые мы глубоко ценим, позволяют нам повышать уровень качества и развитие нашей процветающей страны. И для приветственного слова мы приглашаем председателя Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования, ректора Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадима Анатольевича Богуша. Уважаемые высокие гости, уважаемые коллеги, мне досталась очень ответственная миссия. Я уверен, что я не смогу передать все поздравления и все пожелания от моих коллег и друзей, руководителей учреждений высшего образования, ректоров, которые находятся в этом зале. Каждый университет в нашей стране имеет свою изюминку. И Витебский государственный университет тоже имеет такую изюминку, которая характеризуется одним емким словом – машеровцы. Дорогие машеровцы, мы поздравляем вас с вашим юбилеем. 110 лет – достаточно большой срок, чтобы осознать, но извините за тавтологию, ценность общечеловеческих ценностей. Здоровье, дружба, профессионализм, мир и спокойствие. Мы искренне желаем всем машеровцам, чтобы эти ценности в коллективе росли и приумножались. С праздником вас! Благодарим Вадима Анатольевича и провожаем его в зрительный зал аплодисментами. 110-летие университета – это серьезная дата, которая позволяет не просто наслаждаться атмосферой праздника, но и с нескрываемой признательностью отблагодарить всех тех, кто способствовал развитию и совершенствованию нашего университета на протяжении этих лет. Приглашаем на сцену председателя Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки Татьяну Романовну Якубович! Татьяну Романовну Якубович! Уважаемые коллеги, дорогие машеровцы, разрешите мне от имени Белорусского профессионального союза работников образования и науки поздравить вас с этим замечательным событием. Мы только что вернулись с диалоговой площадки, где встречались с молодыми машеровцами. И хочется сказать, во-первых, огромное спасибо всем ветеранам нашим, которые заложили фундамент развития этого университета. Я, как алгебраист, знаю, что самая сильная школа алгебраистов в Республике Беларусь это в Гомельском государственном университете и в Витебском государственном университете. Вы прошли, безусловно, нелегкий период в своем развитии и становлении от учительства, от института учительства до государственного университета имени Петра Мироновича Машерова. Безусловно, вы не можете работать по-другому, потому что имя человека, которого вы носите, это, безусловно, кладезь. Поэтому я благодарю вас всех за конструктивный диалог. Хочу сказать, что за годы существования Центрального комитета, а нам в этом году 100 лет, мы чуть-чуть вас моложе, мы не получили ни одного обращения, где бы нам пришлось защищать Машеровцев от кого-то. Поэтому это говорит о том, что у вас создан действительно такой психологический климат в коллективе, что все вопросы решаются на местах. Поэтому я вам желаю только движения вперед, я желаю вам душевного спокойствия, мира и добра. А ко вчерашним грамотам, которые мы все уже вручили на вашем торжественном заседании, мне сегодня хочется еще вручить сертификаты двум нашим первичным профсоюзным организациям на сумму 1500 белорусских рублей, потому что вы умеете хорошо работать, возможно, на эти средства вы сможете постигнуть красоту нашего белорусского края. Спасибо. Спасибо, Татьяна Румановна, за теплые слова. Переходим к церемонии награждения. Сертификат Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки вручается председателю первичной профсоюзной организации студентов Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова Алексею Николаевичу Трубину Почетные грамоты Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки за многолетнюю добросовестную работу в системе образования содействие в реализации программной деятельности Белорусского профессионального союза работников образования и науки награждается Владимир Александрович Голубев Руководитель учебной обсерватории кафедры инженерной физики Сергей Иванович Курдин Старший преподаватель кафедры экологии и географии Белорусского профессионального союза Белорусского профессионального союза Андрею Анатольевичу Кравченко начальнику отдела медиакоммуникации Ирине Анатольевне Красовской начальнику научно-исследовательского сектора Спасибо, Татьяна Романовна, за этот торжественный момент И ваши аплодисменты И мы приглашаем на сцену председателя научного совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований Сергея Васильевича Гапоненко Уважаемые сябры, коллеги, машеровцы, все присутные, шановные гости Я маю гонор повеншаваць вас одымя президума Национальной Академии наук и особиста от старшыни президума Академика Владимира Регоровича Гусакова Ось витальный лист, який я зачитаю Может, особные моменты Паважаные коллеги Национальная Академия наук Беларуси сердечно веншует коллективу Витебского державного университета имя Машерова со 110 годем с дня заснования За годы своего основания идейности университет пройшов складанный шлях формирования и стал высокоорганизованной адвокацийно-навуковой установой якая заняла особливое и выключное позначение места в адвокацийной системе Республики Беларусь Витебский державный университет имя Машерова это субпольнасть сталиновитых людей широко вядомых у нашей краине и за ее межами, яке на протягу многих годов паслядовно и настоливо вядуть рупливую педагогичную и навуковую працу Академия наук Беларуси досылаешь широе веншывание с юбилеем и выказывая поддяку за вашу нестомную працу якая садзейничая развитию беларускай науки и эдукации умоцыванию прэстыжу нашей краины у свете Жадаем доброго здоровья, счастья, добробыта, оптимизму поспеху и багатага творчага плену с повагой старшиня президума Накциональной Академии наук Беларуси Академик Гусаку Калиласкин Спасибо большое Сергею Васильевичу Пробачите, пробачите, я еще не вся история Гоноровая грамота Накциональной Академии наук узнагороджывается установой адукации Витебский Державный Университет им. Машерова за значный уклад у развития навыковых доследований подрехтовку навыковых работников высшейшей квалификации пленная супрасудниство Накциональной Академии наук Беларуси Калиласкин Я выконываю обовязки старшине навыкового совета Беларусского Республиканского Пробачки Фонду фундаментальных доследований Наш фонд и СНОЕ 30 год Это, конечно, не 110 Але усе гэта 30 год Мы патрымовывали Пленные, навыковые, яскравые идеи Ваших талиновитых ученых И за 30 год мы патрымали 86 Навыковых проектов Нашими грантами Из них, мне вельми праемно поведомить Больше за 30 проектов Гэта были проекты молодых ученых И в совете с вашим юбилеем Навыковая рада нашага фонда Приняла решение у знагороди двух выдатных ученых Нашими грамотами Грамотами Беларусского Державного Фонду фундаментальных доследований Калиласка Миколаенко Сергей Владимирович Запленную навыковую Педагогичную идейность Активное развитие в международных науковых сувидях И уделу проектах наших и фондов Горчевская Алена Алексеевна Запленную навыково-педагогичную деятельность Активное отделу наших советцев Спасибо ВОРОВЬОВ МИКОЛАЙ МИКОЛАЙЧ ВОРОВЬОВ МИКОЛАЙ 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 Особисто телефонував, коли доведався про поспіхи молодого доктора наук. Особисто ему телефонував і запрошав писати до нас проєкт. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Было такое. Было. Давай ці новая проєкта, нова ідея. На користь родной Беларусі. На користь родной Беларусі. Дякую. Пробачте. Я шеюся однограмота зною дзвагу. Дякую. Успіхов. Усіхов саме гарніше. Дякую. Дорогі колеги, уважанні сябри, шановна Валентина Васильовна, який гонор стоять тут, сірот вас усіх. Сірот вас усіх, які унесли такі велізарний уклад у розвідця історії, культури, навуки, аддукації нашай молодой, сувереннай, такой пригожай країни Беларусь, якая має такую шмат тысячагадовую історію. Я ад ім'я колектива Інститута історії, якому два гады тому назад було 90 гадов, як ад молодшага брата, я цібі асабіста, хачу сказаць, саме шчыре слово в іншаванні, в іншаванняв, каб усе у вас було, каб маглося, хатілася, каб усе спорилася, каб вы усе були щасливі, каб усе ваші планы, творчі планы, здійсняліся. Усім нових диссертаций, нових адкрытсяв, вы уже описалі у історію самая лепшая сторонки, у летапіс гісторії науки. Яшча многі університетам не крыудуться, шановні керівнікі, але яшча треба дараці до такої юбілейної даты 110 гадов. У адресі, який тут Валентина Васильівна я вам уручу, я не буду яго зачитваць, тут самая теплая словы удячності за тую шматгадовую працу. Дорогі колегі сябры, щиро жадаєм вам добра, моцна здоров'я, добробыту, цяпла, щастя, багатага плену, у творчай праці на карысть нашай Беларусі. Шановна Валентина Васильівна, подарунки які у гісторіків подарунки? Кнігі, наші веды. І ось у минулім годзі, у год вашага юбілея, Інститут гісторії перевыдаў альбом «Археологічна спадча на Беларусі». Тут, до речі, так само уклад історіків вашага университета. Яшчэ раз з юбілеям, са святам! Дякую за такі слова. Давайте переходить к награждению. За активну роботу по изучению і популяризцію історико-культурного наследія Беларусі. Об'явіть благодарність! Николаю Николаївичу Пархимовичу, доценту кафедры історії і культурного наследія. Елена Дмитриевна Толдуєва і декан факультеті переподготовки кадров. Анатолію Николаївичу Дулову, заведуючому кафедрой історії і культурного наследія. Благодарю Вадима Леонидовича і провожаю в зрительний зал. Под ваші аплодисменты ми приглашаємо на сцену директора інститута философії Национальной академії наук Беларуси Анатолія Аркадьевича Лазаревича. АПЛАЧЕНИЕ Елена Дмитриевна Толдяюбина Оважаємая Валентина Васильевна, дорогі преподавателі, студенти, Позвольте искренне вас поздравить с замечательным юбилеем. С трепетом поднимался на эту сцену, потому что примерно 40 лет назад приходилось с этой же сценой выступать, но участвовать в художественной самодеятельности, будучи студентом третьего курса физико-математического факультета этого университета. Вот. Никогда не подумал бы в то время, что сегодня буду здесь находиться на этой сцене в совершенно другом статусе, в другом амплуа, будучи директором института философии, и поздравлять коллектив и замечательное учреждение вот с этим юбилеем. Но я, поскольку представляю философию, хочу напомнить, что там есть две замечательные категории. Категория необходимости и категория случайности. Так вот, с позиции необходимости я, конечно, должен был бы здесь сейчас выступать, ну, может быть, учитель физики или математики какой-нибудь школы, или, может быть, заслуженный деятель науки, не знаю, области, ну, как преподаватель математики. Вот. Но дело в том, что вот эта самая вторая категория, которая называется случайностью, она коренным образом изменила мою судьбу. И благодаря замечательному человеку, который в этом зале присутствует, доктор философских наук, профессор Слемьё Михаил Александрович, если он есть, я прошу его подняться на эту сцену. Дорогой профессор, как приятно сейчас видеть вас таким замечательным, фактически неизменившимся профессором, который тогда читал у нас лекции по философии. И помню, после одной из лекций я к нему подхожу, Михаил Александрович, как стать преподавателем философии. Всю жизнь мечтал быть физиком, математиком, но вот коренным образом хочу быть философом. Он говорит, ничего страшного. У меня в Минске работает в Академии наук замечательный профессор, академик Широканов Дмитрий Иванович, его учитель. Говорит, я тебя познакомлю, но он расскажет, как поступать. Нужно закончить аспиратуру и так дальше. Михаил Александрович, от вашего ученика, достойного, надеюсь, хочу вас поздравить с этим юбилеем и вручить грамоту Института философии. Уважаемые друзья, также хочу вручить почетную грамоту Института заведующей кафедрой философии вашего университета, Довлатова Елене Валентиновне, нашей докторантке нашего Института ныне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И поздравительный адрес от нашего Института всему коллективу вручаю ректору. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарим Анатолия Аркадьевича аплодисментами и провожаем его в зрительный зал. Мы приглашаем на сцену заместителя генерального директора научно-практического центра Национальной Академии наук по биоресурсам Татьяну Валерьевну Волкову. Уважаемая Валентина Васильевна, уважаемые высокое собрание, преподаватели, студенты, гости, которые здесь собрались, с всего сердца поздравляем вас с вашим юбилеем. Что такое 110 лет? С одной стороны, это опыт, это традиции, это знания, это прекрасные преподаватели, студенты. С другой стороны, вы, несмотря на эту дату, молоды, активны, креативны, интеллектуальны. Вы активно осваиваете новые специальности. Вы активно развиваете международное сотрудничество. В стенах вашего университета обучается 2000 иностранных студентов из 38 стран. Что говорит о позитивном имидже вашей организации за пределами Республики Беларусь. У вас активно функционируют 15 научных школ. Реализуется свыше 50 научных проектов, финансируемых государством. В 2020 году защищено 4 докторские диссертации. Поэтому мы вам желаем не останавливаться на достигнутом. Только вперед новых успехов, новых открытий. И всего-сего самого хорошего вам здоровья и счастья вам и вашим близким. Почетной грамотой Государственного научно-производственного объединения Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам За высокие показатели в развитии науки и инновационной деятельности Плодотворное сотрудничество и поручение значительных результатов В рамках совместной реализации заданий государственных программ награждается Виталий Яковлевич Кузьменко, доцент кафедры экологии и географии. Виталий Яковлевич Кузьменко, доцент кафедры экологии и географии. Виталий Яковлевич Кузьменко, доцент кафедры экологии и ботаники. Виталий Яковлевич Кузьменко, доцент кафедры экологии и географии. Виталий Яковлевич Кузьменко, доцент кафедры экологии и географии. Виталий Яковлевич Кузьменко, доцент кафедры экологии и географии. Благодарим Татьяну Валерьевну и провожаем ее аплодисментами в зрительный зал. В адрес университета поступило много почетных грамот. Грамот благодарностей преподавателям и работникам университета за добросовестную работу в системе образования, за высокое профессиональное мастерство и достижения в различных сферах деятельности. И мы вновь рады приветствовать ректора университета, профессора, доктора экономических наук Валентину Васильевну Богатыреву. Глубоко уважаемые коллеги, спасибо, что вы выдерживаете этот марафон поздравлений. Я благодарю наших представителей научного сообщества за то, что вы нашли время и приехали сюда, чтобы поздравить в этот торжественный день тех людей, которые делают науку университетскую. Поэтому спасибо вам за эту возможность. Ну а я с этой сцены сейчас вручу несколько грамот, особо интересных, наверное, ведомств, потому что университет Машеров сегодня это разноплановая организация. И поэтому мы можем начинать. Почетной грамотой Министерства информации Республики Беларусь за активную работу по реализации государственной информационной политики высокое профессиональное мастерство награждается Андрей Анатольевич Кравченко, начальник отдела медиакоммуникаций. Почетная грамота за подписью Министра информации Республики Беларусь Владимира Борисовича Перцова. Грамотой Министерства культуры Республики Беларусь за многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие библиотечного дела награждается... Ирина Александровна Качмар, директор научной библиотеки университета. Грамота за подписью Министра культуры Республики Беларусь Маргевич Анатолия Мячеславовича. Грамотой Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь награждается... Александр Николаевич Галкин, профессор кафедры экологии и географии. Грамота за подписью Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Шумилина Александра Геннадьевича. Грамотой Государственного научного учреждения Центр исследований Беларусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси за высокие показатели в развитии науки и инновационной деятельности благотворное сотрудничество с филиалом Институт языкознания имени Якуба Колоса награждается... Анна Михайловна Мизенко, заведующий кафедры общего и русского языкознания. Грамота за подписью Директора Центра исследований Беларусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Республики Беларусь Лаконка Александра Ивановича. Благодарим Валентину Васильевну и провожаем зрительный зал. Внимание! Почетное государственное знамя Республики Беларусь и флаг университета вынести! Республики Беларусь Наша Альма-Матер славится своим сплоченным и дружным коллективом, Без которого было бы тяжело достичь поставленных целей. Ведь самое главное – это команда, которая приведет к триумфальному успеху. С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить. Сто десять лет, но бус наш не стареет, А мудрость словно осень настаёт. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить. На верность проверяются таланты, Нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, Команда, без которой мне не жить. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить. Торжественная часть праздника, посвященного 110-летию со дня основания Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова объявляется закрытой. И мы начинаем концертную часть нашего мероприятия, где будут представлены лучшие моменты, запечатленные на кадрах фотографий в нашем альбоме жизни. И пусть история оживает в каждом кадре прямо сейчас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Есть фотографии в альбоме старом. Подумать страшно, сколько ему шлет. Остановилось время в кадре каждом. Мне очень дорог черно-белый строгий цвет. Двадцатый век. Начало новой эры. Десятый год. И это первая глава. В огнях истории воздвигнут стены. Наук, таланта, знаний. На века. История в страницах оживает. Тот институт над временем стоит. Мечтателям радушно двери открывает. И столько памяти в себе одном хранит. Года бежали. И в пылинках лет остались отзвуки успехов кировских студентов. И пусть на снимках тех их не было и нет. В учениках их живы все моменты. Но тишину пронзил глубокий страх. Война пришла. С собой все заглушило. Застыла боль и гнев в твоих стенах. И кадры пустоты гнетущей в негативах. Но снова ожил университет. Спустя года войны и боли Ворвалась жизнь. Ворвался свет. Студенчество восторгом все заполнив. И лучшим именем одним из тех, кто здесь учился вдохновляя, был назван университет. Его сейчас мы прославляем. Прошлое, которым мы гордимся и чтим, которое бережно храним и не имеем права забывать. Именно прошлое объединяет все важное в одну картину, которая помогает сегодня создавать настоящее. 110 лет невероятных побед и достижений прочными нитями связывают наше настоящее и будущее. Поэтому уже сегодня, направляя свой взгляд вперед, мы вдохновляемся нашим общим прошлым. Оживить прошлое и ушедшую эпоху поможет музыка. Ваши аплодисменты неоднократным победителям и лауреатам республиканских и международных конкурсов и фестивалей. Обладателям гран-при конкурса Le ciel de Paris, Париж, Франция. Народный мужской хор преподавателей и студентов Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова. Руководитель Татьяна Оруб. Жирога страна моя родная, Много в ней лесов по леере. Я другой такой страны не знаю, Где так больно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, Где так больно дышит человек. Легко на сердце от песни веселой, Она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села, И любят песню большие города. Нам весь настроить и жизнь помогает, Она как друг и зовет и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет. Ну-ка солнце ярче брызни, Золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни Поспевай, не задерживай, шагай. Чтобы тело и душа были молоды, Были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода, Закаляйся, как сталь. Как много девушек хороших, Как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, Унося покой и сон, Когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, Когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет Удивительно хорош. И ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя, Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо сердце, что ты умеешь так любить. Когда простым и нежным взором Ласкаешь ты меня, мой друг, Необычайным цветным взором Земля и небо вспыхивают вдруг. Веселье, час и боль разлуки Хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки И в дальний путь на долгие года. Веселье, час и боль разлуки Готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки И в дальний путь на долгие года. Мы благодарим народный мужской хор за это вдохновляющее ощущение ностальгии. Шагая уверенно в сегодняшний день, мы не перестаем соединять в своих любых начинаниях Ценности и ориентиры, заложенные в нас памятью и прошлым. Все это мы смело совмещаем с современными тенденциями и веяниями. Лучшее доказательство нашей успешной квинтэссенции временных отрезков – это следующий номер. Для вас на сцене – участник областных и республиканских мероприятий, победитель республиканского конкурса современного танца Red Cat, лауреат первой степени в международном многожанровом конкурсе «Вольный Дон» Ростов-на-Дону, а также лауреат второй степени во втором международном фестивале-конкурсе «Арт-парад в Витебске» танцевальный коллектив университета «Be Insane» руководитель Анастасия Бортник. Аплодисменты Е-ее-ее-ей! 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 О-о-о-о! О-о-о! Е-ее-ее-ей! Е-ее-ее-ее-ее-ее-ее-ее-ее! О-о-о-о-о! Бррр-р-р! Обожди! Сейчас спою! Яросно плясать в море всяких мест Рыдкий драм играть мне не надоест Как придет тоска с разыгей Размахнись, рука, да по струнам бей И вынесет, как взрывом, с избушки ворота Ядренность образ жизни Та-ти-тари-та-та! Как стволей ветра, как стволей дожди Сану голубь рапратья освободил По плечу беда долгаченье Древнерусской драм не спасенье Яросно плясать в море всяких мест Рыдкий драм играть мне не надоест Как придет тоска с разыгей Размахнись, рука, да по струнам бей Из души глубин просыпается Блокотырь с пылины начинается И возраст из ногой рогатого скота Ядренность образ жизни Та-ти-тари-та-та-та! Бейен Сейн А мы движемся дальше Своё творчество и профессионализм покажут все У кого за плечами многочисленные победы На городских, областных, республиканских и международных фестивалях и конкурсах Лауреаты первой степени Восьмого международного фестиваля «Волна идей» Болгария Лауреаты первой и второй степени Восьмого международного фестиваля «Рождественская волна» Рига-Латвия Лауреаты первой степени Девятого конкурса «Старс» Время Побед Санкт-Петербург-Россия Студия «Эстрадные песни Шанс» Руководитель Елена Кущина А дополнить творческий замысел поможет хореографический дуэт В исполнении студентки факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций Марии Соловьёвой и студента факультета физической культуры и спорта Влада Егорова Говорят, что в наше время города друг к другам схожи Только в это я не верю, есть один, что всех дороже Город старый, город славный, назначает нам свидание Там на улице, на главной, будет вечером гулянье Не спеша идут по городу века А внизу течёт широкая река Выйдешь на берег, увидишь, как по ней Уплывает дальний путь Кораблик юности моей Ту столицу областную я зову своим началом И её всегда ревную городом большим и малым Где бы небо всюду гордо говорю, что я отсюда Здесь когда-то с лыжной горки Мир открылся мне, как чуя Не спеша идут по городу века А внизу течёт широкая река Выйдешь на берег, увидишь, как по ней Уплывает дальний путь Кораблик юности моей Это площадь с калачою, школьный двор под старым вязом Если я чего-то стою, знай, что всем тебе обязан У них в костях, я здесь, я дома проживаю по соседству Всё, что всеми лет знакомых И одна подруга детства Не спеша идут по городу века А внизу течёт широкая река Выйдешь на берег, увидишь, как по ней Уплывает дальний путь Кораблик юности моей Выйдешь на берег, увидишь, как по ней Главное связующее звено, объединяющее наше общее желание создавать и покорять новые вершины Это безусловное уважение традиций и культуры нашей синёкой Родины Поэтому следующий номер должен воодушевить, не прерывая того самого культурного единства Которая сейчас звучит громче всего Под ваши бурные аплодисменты на сцене Лауреат первой степени второго международного конкурса Ритмы Рождества Санкт-Петербург-Россия Лауреат первой степени международного проекта Энергия нового времени Самара-Россия Талант года ВГУ-2020 Александр Чуешов И заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь Народный ансамбль народного танца на Ростынях Руководитель студент педагогического факультета Сергей Раковский Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Шестое свидание, белая Руси И узды май, дань обезов Воды белых розов, наши голосны А у них учатся, но и жодрость Белая Руси Нас в одно с тобой, одна Ель, шестеря души Мы под крылами, анелом нас должны Вода пешка, как охотня Для крыльниц воды И мольку из бел, от вечно молодых Чем отца, баха, от сердца Пусть поминам разольется Проспевая, как вся дождь и язваны Наши лепшие имхненни Наши лепшие створенни Мы с тобою заховаем праздходы К тому, что мы на ветром свете Божьи все дети, солнца голосны Мы к ветке шестя на куполе Шестое свидание, белая Руси И узды май, дань обезов Воды белых розов, наши голосны А у них учатся, но и жодрость Белая Руси К тому, что мы на ветром свете Божьи все дети, солнца голосны Мы к ветке шестя на куполе Шестое свидание, белая Руси И узды май, дань обезов Воды белых розов, наши голосны А у них учатся, но и жодрость Белая Руси А у них учатся, но и жодрость Белая Руси Мы разом вера и надея Белая Руси Белая Руси Ошибает свет А с ним эмоции новых блик Век технологий пришел в университет И все теперь иначе зазвучит Сейчас в нем жизнь кипит Волнуясь и дарит новые мечты Мой ВГУ Тобой любуясь себе Я сохраню твои черты Ты домом стал, альма-матер Для сотен тысяч И для одного Началом дружбы Машеровским отрядом Науки Творчеству Для всего Мой Витебск Прозвучал иначе В фамилиях твоих И именах И в каждой победе И в каждой Удаче Все это здесь В твоих стенах Мы чтим традиции во всем И генерируем новые стремления Вбирая лучшие времен Приумножая свой успех И достижения Вдохновляющее и успешное Настоящее Это то, что создается усилиями Самых креативных, талантливых и ярких Представителей молодежи нашего университета И каждый студент горд Стать частью этого совместного творчества Именно своим творчеством Мы и продолжим вас дальше удивлять Эстафету творчества Перенимает студия Эстрадной песни Шанс Встречаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Звучит музыка Паре-рум-па-рум-па-рум-па-па-па-па-ре-рум-па-па-ре-рум-па-па-ре-рум-па-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па-ре-рум-па Новые грани своих возможностей. Встречаем на сцене студент года ВГУ 2020 Дмитрий Коршок и танцевальный коллектив университета Be Insane. Каждый новый день я с улыбкой просыпаюсь, кофе пью и ем, даже спортом занимаюсь и стараюсь я успевать везде всегда, ведь я студент. Восемь на часах, снова перцы начищаю, форму тоже взял, без нее ведь не пускают в ВГУ спешу, на кафедру военную и вот в строю. Командир кричит, равняйся, смирно, вольно рассчитайся, лейтенантом стану я, ну а пока мне на факультет пора, пары, лекции и друзья вместе генерировать успех. Мы будем своей жизнью, я главный герой и предсказуемый сюжет. Из разных кинолент ловлю каждый момент и вместе с ВГУ пишу историю свою. Будущий юрист Напишу стихи или исполню песню своей жизни, я главный герой, непредсказуемый сюжет. Из разных кинолент ловлю каждый момент и вместе с ВГУ пишу историю свою. День окончен мой, спешу к семье домой, А ночью снится сон победой, а крыльем. Студент года этим я горжусь, прославлю вузы Беларусь. Открытие новых век, меня в нем ждет успех. И пусть твернист мой, пусть с него не смею я свернуть. С него мне не свернуть. Ваши бурные аплодисменты нашим самым убедительным поводом для гордости. Люди, говорящие на одном языке с музыкой, никогда не оставляют равнодушия в глазах других. Это те, кто ищет неординарные подходы и оживляет новыми идеями. Те, кто вдохновляют и наполняют теплотой наши сердца. На этой сцене выступит творческое объединение факультета, который собрал в своих стенах специалистов, по-настоящему влюбленных в свое дело. Для вас инструментальный номер педагогического факультета. Руководитель Елена Корытько. 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 Громче засияют. Руководитель Елена Корытько. Руководитель Елена Корытько. Руководитель Елена Корытько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Благодарим танцевальный коллектив «Beenstein» за неординарный подход к хореографии. И провожаем бурными аплодисментами! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наше успешное будущее создаётся уже сегодня. И пока его рисунок очерчен нечёткими линиями, мы можем в него вдохнуть наши мечты и лучшие стремления. Мы верим, что оно будет объединять лучшие умы и таланты в одно грандиозное полотно, на котором найдётся место самым разным идеям и воплощениям. Но главное это то, что оно будет по-прежнему, как и сегодня, объединять, не замечая границ и расстояний. Ведь наш университет уже давно стал настоящим домом для тысячи иностранных студентов, объединяя все лучшие умы, вбирая лучшие от всех многонациональных культур. Сейчас для вас на сцене лучшее подтверждение нашей безграничной дружбы народов. Дипломанты Международного конкурса фестиваля «Арт-парад-2020», а также Международного конкурса «Скрыжевание-2019». Вокальный ансамбль «Интегрейшн» под руководством Ольги Жуковой. И хореографический коллектив педагогического факультета «Гравитация». Призеры Международного конкурса «Новая волна-2019» «Рига-Стокгольм». Художественный руководитель Алена Маркова. Ваши аплодисменты! Спасибо за просмотр! 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 ! Спасибо за просмотр! Аттония, намочи, намочи. Ленфон не слышал, не слышал. Уланба Турим Мудеш, намочи, намочи. Ленфон не слышал, не слышал. АПЛОДИСМЕНТЫ 竟曾经形容草原的景象 让它在天涯海角也从不能相忘 母亲宗爱描摹那大河豪大 留在蒙古高原 我永远的家乡 如今终于剪刀凉阔 那地 缠在芬芳的草原上 我泪落柔雨 河水在 穿唱着祖先的祝福 好遥游飘过的孩子 找到回家的路 哎 哎 哎 哎 哎 母亲的草原 母亲的草原 哎 哎 哎 哎 哎 母亲的草原 Субтитры делал DimaTorzok 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 С удовольствием попробуем вас переубедить Ведь прямо сейчас вы сможете стать частью всего того, что уже свершилось за эти праздничные дни Мы приглашаем вас начать 110-летие вместе с нами, чтобы вы ничего не пропустили Внимание на экран! Сегодняшний день на самом деле действительно начался с праздничной атмосферы вашего вуза Союз молодежи с вами поздравляет вас, каждый ваш студент Это действительно член вашей огромной семьи и команды, у которой очень огромное будущее Сегодня масса ребят, ваших коллег, студентов, которые были награждены различными почетными грамотными и благодарностями Очень потрясающая эмоция от этого мероприятия В первый раз проходила такая велопрогулка с ректором Здесь прямо особая какая-то атмосфера По себе лично говорю, это колоссальный заряд эмоций на весь день Я думаю, на все праздничные дни все делятся эмоциями, говорят еще и еще Поэтому я думаю, это начало большого пути Атмосфера дружественная, едешь в свои шеренги, в свои колонии с преподавателями Много шуток, таких приколов Очень классное мероприятие, хотелось бы еще повторить Тем более сейчас весна, такая погода, как бы тепло, солнышко, все очень хорошо Очень важно, чтобы наши будущие ученые видели, насколько труд ученого важен, насколько он почетен Самым первым профессором, который работал в стенах настоящего университета Это был профессор Аткевич И именно ему будет посвящена первая табличка Италии Славы Будет проводиться спартакиада, баскетбол 3х3, волейбол, мастер-классы по фитнесу Безусловно, для меня это тоже такой волнительный момент Честь быть приглашенным на 110-ю годовщину Витебского университета имени Петровича Маширова Я приехал, что называется, не с пустыми руками, а с творческим отчетом своим Сегодня это совершенно замечательный университет с большими возможностями Экологический состав очень мощный здесь, очень автоматически Настроенные ребята, настроенные в жизни, настроенные в творчество Это самое главное, значит будем жить Я считаю, что это очень важно, что у нас есть возможность участвовать в открытом диалоге с такими почетными гостями Так как они делятся с нами опытом, и мы можем почерпнуть это для себя и применить в своей жизни Принять какие-то советы, наставления в будущее И спасибо им большое, что поделились этим опытом Все, что мы делаем, мы делаем для них Это ВУЗ, который является сегодня примером, является лидером регионального высшего образования Университет находится достаточно на высоком счету, потому что он не только решает региональные задачи Но есть вопросы, которые он сегодня достаточно качественно решает в целом для системы подготовки кадров для всей Республики Беларусь За последнее время очень много сделано интересного, хорошего, положительного Это ваш статус, это ваш авторитет И, конечно же, мы будем награждать самых главных виновников мероприятия Это людей, которые делали историю университета и которые будут делать его будущее Ну и, конечно, интригой дня и этого мероприятия станет наша высшая награда университета за отзнанку Ее получат и ветераны, ну и настоящие сотрудники университета Наиболее интересные моменты, которые уже вошли в историю этого грандиозного празднования Только что восполнили все пробелы в общей картине Но это не единственные поводы для нашей всеобщей гордости Школа лидеров Машеровцы, созданная в январе 2020 года Объединяет уже более 500 студентов Это постоянные участники и организаторы мероприятий различных направленностей Выявление и поддержка инициативных, творческих и креативных студентов Одно из приоритетных направлений деятельности школы Вашему вниманию представляется гимн Машеровцев Написанный секретарем студенческого совета университета Председателем студенческого совета педагогического факультета Президентским стипедиатом, студенткой второго курса педагогического факультета Яной Кущиной Мы надеемся, что он станет настоящим наследием для всех поколений Машеровцев Гордости нашего университета Много дорог достоин ты пройти Мы молодые, жизнь это движение Будем гореть, зажжем, других все впереди Машеровцы стремятся к новым достижениям В чем наша сила? Мы в кругу друзей Нам в ЭГУ открыты все дороги Докажем делом Вместе мы сильней Своим трудом, крышином Пусть мы строим ноги Мы в трудное мгновение О дружбе не забудем Сменяя поколения В успех мы верить будем Своей мечте верны На долгие года И если Машеровец ты То это навсегда Наш выбор сделан Твердо знаем мы Сердца полны Высоких устремлений Приумножать И в памяти хранить Должны всегда мы Попыт поколений Учись быть первым Путь закрыт для всех Вперед, Машеровцы Вперед к единой цели Ведь свой нам вместе Генерировать успех Мы, значит, в ЭГУ И это наше время Мы в трудное мгновение О дружбе не забудем Сменяя поколения В успех мы верить будем Своей мечте верны На долгие года И если Машеровец ты То это навсегда Машеровец, значит, веду за собой Девиз наш по жизни На месте не стой Решаем всегда Мы любые задачи Только вперед И никак не иначе Машеровец, значит, веду за собой Девиз наш по жизни На месте не стой Решаем всегда Мы любые задачи Только вперед И никак не иначе Но в трудное мгновенье О дружбе не забудем Сменяя поколенья В успех мы верить будем Своей ничте верны На долгие года И если машина ведь ты То это навсегда И если машина ведь ты То это навсегда Да здравствуй, вечное на свете Виват и времени печать И сколько лет сейчас планете Столь будет в ЭГУ стоять С уважением и любовью Для вас выступали Творческие коллективы Витинского государственного университета Имени Петра Мироновича Машерова Еще раз с праздником вас, дорогие друзья И до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова